Я забыл включить запись, я сейчас включу запись, меня будет так, Вячеслав Коэльев будет меня ругать, я забыл включить запись, но сейчас включил ее, ладно, продолжим, продолжим, просто чтобы как-то на эмоциях все это началось. Так вот, да, с миру по нитке соберем, абсолютно верно, но тогда уже будет и с миру по нитке, почему, потому что, как Анатолий Дуальевич Юницкий говорит, он действительно, это человек, что я стану самым богатым человеком в ближайшее десятилетие, но все деньги я потрачу на то, чтобы создать вот это, то есть это спайвей, это то, что действительно является спасением для человечества, даже не наш транспорт, а следующий этап. Ой, ой, я все-таки на одном дыхании выпаливаю, дорогие друзья, я прошу прощения, что я не включил запись, не включил запись, сейчас я ее включил, и вот, чтобы я хотел еще отметить, очень-очень хотелось бы отметить большой респект тем людям, которые приходят с крупными инвестициями, это хорошо, это здорово, то есть изначально, помните, да, ребята, вспомните, в самом начале, в начале 2014 года самые большие инвестиции у нас были с Украины. Ребята, кто у нас с Украины, поставьте, пожалуйста, что вы с Украины, что да, вы с Украины, поставьте, вам респект, огромный респект, просто огромный респект о том, что вы начинали все это, с Украины были самые большие инвестиции. Далее, то есть весь процесс стала поддерживать более активно Россия, то есть Россия стала поддерживать данный проект, наш проект, и, соответственно, пошло еще больше инвестиций. Следом, как к нам подключилась Прибалтика, то есть прибалтийские страны, особенно после того, как мы зашли на территорию Литвы, хотя там не очень хорошо получилось, но суть дела в том, что пошла Прибалтика, инвестиций стало больше. Далее подключилась Европа, и вот это благодаря некоторым людям, я не буду сейчас их озвучивать, на следующем вебинаре конкретно, я просто не знаю, как бы у нас там ребята, то есть откуда, от Леши Суходоева, от кого пошла структура у нас по Чехии и Словакии конкретно. Но как бы не уточнял, честно говоря, не уточнял, но я отмечу на следующем вебинаре тех людей, которые подняли действительно небывалую высоту, и сейчас в данный момент, и у нас в фонде Кэпитал, и в головной компании, и в фонде Хавратова Анатолия Федоровича, то есть основные инвестиции идут из Европы. А я, как помните, да, мое выражение такое, что за державу обидно, дорогие друзья, в принципе, в принципе, денег у нас в России, ну, я не знаю, во много раз больше, чем во всей Европе, я бы сказал так, во всей Европе, у нас на руках у населения находится 14-15 триллионов рублей, вообще просто лежит по кубышкам, без дела, и они теряют свою ценность с инфляцией. Приходите на урок финансовой грамотности, послушайте действительно человека, который является лучшим финансовым консультантом крупнейших банков России, и тем более, что он является ведущим преподавателем Московской товарной биржи, это Виктор Тарасов. Те вещи, которые он рассказывает, особенно вот вчерашний вебинар, кто был на нем, и предыдущий вебинар по акциям, облигациям, он приводит многих людей в шок, просто в шок. А это, помимо всего прочего, это и дополнительные инвестиции, в конечном счете, в наш Skyway, то есть зарабатывая деньги, люди могут инвестировать дополнительно большую сумму в Skyway. Так вот, в данный момент у нас, я еще раз повторю, более 70% инвестиций идет с Европы. И низкий поклон и благодарность, ребята, всем тем, кто пришел к нам с Европы. И эти люди действительно сейчас нас подхватили все это и продвигают. Ну, я скажу по группе компании Capital, что в этом месяце, то есть в предыдущем месяце у нас был поставлен абсолютный рекорд. Цифру, к сожалению, я как бы не могу назвать, но это цифра более-более нескольких миллионов долларов. Даже более, чем несколько миллионов долларов. Вот, и это хорошо, это здорово. Плюс к этому, плюс к этому, дорогие друзья, напоминаю, я просто вам напоминаю, вход в корневую систему, то есть приобретение акций, корневой технологии закончится. У нас по графику вообще 15 этапов заканчивается в 2017 году, конец 2017 года. Но по аналитике и Виктора Бабурина, и Виктора Тарасова, то есть по аналитике, возможно, что мы еще захватим первый квартал будущего года. Первый квартал будущего года. И в конечном счете, вот то, что сейчас есть возможность приобрести акции в среднем с дисконтом 1 к 120, я бы сказал так, 1 к 110 даже, 1 к 110. Дисконт это, чтобы было понятнее, это разница между ценой покупки и ценой продажи в какой-то момент. У нас обозначается, в кабинетах везде обозначено момент выход на IPO. Выход на IPO, то есть публичное размещение на биржах. Антон 600, мы тебя поздравляем. Дорогие друзья, у кого дисконт 1 600, просто-напросто не вздумайте останавливаться. Даже небольшие суммы продолжайте инвестировать. У вас невероятный просто шанс, невероятный шанс стать суперуспешным человеком в ближайшие годы. Я не говорю, что прям завтра, но послезавтра, то есть в начале будущего года, возможно, будет обратный выкуп после закрытия входа в корневую технологию. И что это такое? Это не внутренняя биржа, это немножко, ну как говорит Виктор Тарасов, финансовый эксперт, он говорит, это немножко бред, но пусть будет вот так вот. Просто есть будет возможность, то есть будет представлена возможность, в первую очередь, это каждые 16 миллионов акций, это миллиард рублев. Рублев, да, вот Вячеслав уже подсчитал, да. Ну, ребята, не будем на этом загоняться, то есть мы, заметьте, мы практически не говорим о суперзаработке, который мы будем иметь. Почему? Потому что, ну, знаете, есть такая поговорка, присказка есть такая, чем больше ты гоняешься за деньгами, тем быстрее они от тебя убегают. Чем больше ты гоняешься за деньгами, тем быстрее они от тебя убегают. Это мудрость, вот я не говорю, что я ученик мастера, вот больше Гузель Магасумова, Натан Долгих, они ученики мастера, но мастер действительно, это мудрость суфиев. Он, знаете, говорит такие простые вещи, вот просто простые вещи, как не гоняешься за деньгами, они от тебя убегут. Или его молитва, вот эту молитву, я рекомендую, просто запишите, запишите ее при общении с людьми, где-то еще. Я вот со Славой Коэлей бывает часто скандалю в чатах, где-то даже выхожу сам из чатов, но, но, суть дела. Господи, дай мне терпение, терпеть свое нетерпение и терпеть нетерпение других. Аминь, аминь, аминь. Просто вот эта простая фраза, вы знаете, проводят тренинги, какие-то там мотивационные штучки и так далее, и так далее. Вот простая молитва, она начинает, когда в нее вдумываешься, господи, дай мне терпение, терпеть свое нетерпение по отношению к высказываниям в адрес себя, чего-то еще. И терпеть нетерпение других по отношению к себе. Вот это очень важно в дальнейшем для нашей совместной работы. Плюс к этому, я как бы обозначаю, есть такие вопросы. В чем разница между головной компанией, фондом Андрея Федоровича Хавратова и фонда Кэпитал? Я коротко вам освещу эту историю. Все акции, которые вы получаете в любом из этих фондов, плюс к этому еще есть фонд Сергея Семенова небольшой, и еще дополнительно нашего партнера из Армении. Везде абсолютно заключены договора с головной компанией, с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И все эти акции имеют одинаковую силу. Вот это важно, ребята, запомните одинаковую силу. Поэтому не пугайтесь и не требуйте от своих партнеров, спонсоров, всех этих расспросов. Мы начинали все в головной компании, кто был в головной компании, кто был еще в головной компании в самом начале, только в головной компании. Значит, можете написать, здесь да, вы были. Потом мы, через некоторое время, было принято решение советом директоров, то есть поддержать фонд Андрея Федоровича Хавратова. Здесь его огромная заслуга, что он действительно, это его бизнес, и бизнес, крупный бизнес. И что бы там ни было, но, как говорят, бизнес есть бизнес, да. И самое главное, эффективность данного бизнеса. То есть мы развивали этот фонд до определенного времени. Потом было принято решение начать развивать, да, дальше развивать фонд Кэпитал. То есть, соответственно, мы в данный момент, ну, как бы многие люди находятся в фонде Кэпитал. Кто-то находится. Я не разделяю, еще раз подчеркну, мои вебинары, они проходят, это по договоренности непосредственно с головной компанией. Я провожу такие мотивационные вебинары для группы компаний Skyway. Всегда я никого не разделяю, больше того, являюсь оригинальным представителем фонда Кэпитал в своем офисе в Челябинске. Я думаю, что кто у нас из Челябинска есть, поддержит меня, что я всегда помогаю. И по вопросам Андрея Федоровича Хавратова, и по вопросам головной компании. И точно так же это делает здесь у нас в Крыму наш руководитель, оригинальный руководитель Андрей Хоровко. Точно так же мы людей в этом отношении не разделяем, то есть никого не тянем, не перетаскиваем и так далее. Человек придет туда, где ему проще, где ему удобнее, где он получает больше помощи, больше поддержки. И он будет в этом, вот Оленька пишет, да, 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 я находится из Челябинска, да. Так вот, дорогие друзья, на сегодняшний день наша тема все-таки постпромоушен. К сожалению, сейчас на одну секундочку, я все-таки посмотрю в скайпе, ой, господи, в скайпе посмотрю. Так, Леша Суходоев, так, все еще, все еще, он желтенький, отписал мне все, ждем. Но он, в общем-то, выйдет, зайдет, Леша, если ты зашел уже сюда, там есть ручка, ручка знаешь, да, ты знаешь нашу комнату Мирополис, там ручку, пожалуйста, обозначь, что ты здесь, и я тебя увижу и предоставлю слово. Либо, Сергей Анатольевич, если вы появитесь, появились здесь, на ручку нажмите, и я найду вас и предоставлю слово. Итак, дорогие друзья, как Сибиряков ушел, так и я перебрался. Ну, Антон, здесь не надо, как бы, нам заострять внимание, то есть, что и как, кто, когда первый ушел, кто второй ушел, кто вернулся там и так далее. Суть дела не в этом. Так вот, по поводу Экофеста, дорогие друзья, что дал нам Экофест? Вот просто, что дал вам Экофест, те, кто был на Экофесте, вот просто сейчас напишите, больше того, ручку, ручку, нажмите на ручку, вверху у вас, вверху, в самой середине, вот, покрутите, там есть ручка, такая поднятая вот ручка, нажмите на нее, я вам предоставлю слово, и вы скажете, оп, два. А, сейчас, ребята, стоп, 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 найду, кто у нас, кто у нас на связи, так, 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 сейчас, одну минуточку, а то, если Аликс, ага, а вот Раечка, Раечка, так, ну давайте, Раечка, сейчас, Раиса, так, Годова, я вам представляю слово буквально несколько минут, озвучьте все то, что вы хотели бы сказать, и дальше предоставлю слово следующему партнеру. Так, одну секунду, настроить права, так, аудиотрансляция, видеотрансляция, можете видео включить, окей, применить. Так, подключайтесь, у вас там должно появиться штучка такая, подключайтесь, Раиса, подключайтесь, пробуйте, помните, на других вебинарах я тоже вам предлагал всегда это делать. Так, Раечка, мы, вижу, экранчик ваш, о, о, супер, так, звук, звук, пожалуйста, подрегулируйте, Раечка, звук, звук, отрегулируйте звук. Я прошу прощения, Раечка, наверное, у тебя нормально все, это у меня звук выключен был. Так, я не слышу. Ребята, кто слышит, отметьте, пожалуйста, поставьте, нет звука. Раечка, посмотри, пожалуйста, ты звук, наверное, не включила. Так, слышно. Давай еще раз попробуй. Так, слышно. Все, отлично, все разобрались. Добрый привет, и большой привет из Беларуси. Я тоже была в Эктехнопарке, я в проекте еще недолгое совсем время, но вот после праздника прошедшего и после конференции я, конечно, тронута вообще отношением всех людей к этому проекту, насколько доброе и благоугодное дело мы делаем. И я вот осознала в себе, что за этот короткий промежуток времени со всеми своими сложностями в семье я сделала очень добрые дела, даже больше того, что я себе представляла, только лишь побыв на этом экофесте. И хочу всем пожелать, всем нам успехов в дальнейшем продвижении проекта, и чтобы у нас были осознанные партнеры, инвесторы и все, кто продвигает наше доброе-доброе дело, начатое Анатолием Эдуардовичем Юницким. А ему вот огромный привет и наилучшее положение здоровья и низкий-низкий поклон. С уважением, Раиса. Алло. Раечка, огромная благодарность. Огромная благодарность. Вы не сказали, откуда вы, из какого города. А я сказала, из Белоруссии. А, я из Постав. Вообще, я из Постав. Это маленький город, Витебская область. Витебская область. Замечательно. У нас 20 тысяч населения. Раечка, вы думаете, приходи на вебинары. Я сегодня первый раз у вас. Первый раз у вас. Благодарю вас. Приходите на вебинары, рассказывайте о себе, делитесь своими мнениями и так далее, чтобы вас и люди знали. Это очень и очень важно. Огромная благодарность. Итак, дорогие друзья, у нас еще один спикер есть. Сейчас, секундочку, я не могу найти. Еще раз ручку-ручку кто-то поднял. Еще у нас, только я не могу найти кто. К сожалению, сейчас буквально... А, стоп, стоп, стоп. Нет, это Раечка. Раечка Годова. Еще раз. Раечка. Еще, 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 еще. Как бы у меня помощника сейчас нет. И поисками я занимаюсь сам. Дорогие друзья, еще берите слово, возьмите слово еще. Поделитесь своим эмоциями. Я прошу вас. Это очень важно. Просто обозначьте, из какого вы города приехали. Что вам... Ну, коротко, что вам дало это. Помогло, не помогло. Сомнения еще дополнительно возникли. Или наоборот, сомнения развеялись. Это очень важно понимать. Так, я не могу найти, кто у нас второй. Ребята, кто у нас второй. Поднял ручку. Сейчас, одну секундочку. Еще, 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 еще. Пробегаю. Пробегаю. Неман. Оп-па-па-па-па. Есть у нас. Есть у нас. Есть. Варановс. Владимирс. Варановс Владимирс. Сейчас, одну секундочку. Предоставлю вам слово. Сейчас, одну секунду. Настроить права. Так. Аудиотрансляция. Видеотрансляция. Применить. А, Владимир, как я понимаю, вам слово. Заводи, вам слово. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, ребята, берите слово, выступайте, говорите, пиарьте, сами себя пиарьте. Это очень важно, чтобы в жизни не случилось. Я всегда, проводя тренинги, говорю, пиарьте даже не компанию, пиарьте не продукт, не маркетинг, пиарьте всегда сами себя. Говорите вы, чтобы ваши люди знали. Люди будут приходить не на компанию, не на продукт, люди будут приходить на людей. То есть на вас будут приходить. Поэтому делайте это. Это очень важно для вас в дальнейшем. Так, сражение, Володя, так, Володя не берет пока трубочку. Трубочку, говорю, не берет, но что-то не получается, возможно. Итак, дорогие друзья, тогда продолжаем. На будущее я вас прошу, не стесняйтесь, поднимайте руку, берите слово, выступайте. Раиса, будем на связи кучи вопросов к вам и предложений. Окей. Так, 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 дорогие друзья. Но, да, английский. Окей. Окей, на английском, к сожалению, я не могу говорить. Да, Раечка, здесь просят скинуть твой скайп. То есть с Антоном можете пообщаться. Итак, дорогие друзья, плюс к этому, по поводу экофеста, еще раз буквально несколько слов. Мы все-таки ждем, возможно, Суходоев, Леша и Сибиряков выйдут на связь. Поэтому было бы, конечно, здорово. Они обычно никогда мне не отказывают. Просто сегодня так получилось, что Сибиряков мне отписал, что он собирается вообще-то в отпуск. А Леша Суходоев, по телефону мы с ним разговариваем, разговариваем, разговариваем. Я еще раз напомню, как это мы с ним обычно общаемся. Леша, где ты находишься дома? Я знаю, что дома, в каком городе, в какой стране. В результате выясняется, что, ну, говорят, ну, что бы там ни было, но деньги улетают со свиста. А Леша находится там где-то в Индонезии или где-то в Джакарте, там, я не знаю, еще где-то там находится. Ну, разговариваем, ничего страшного. Вот, я думаю, что в ближайшие дни будут супер новости. И, так, сейчас у нас следующий вебинар будет во вторник, но опять же будет первый вебинар. Следующий четверг будет расширенный вебинар технико-экономических. В любом случае, или Алексей, или, да, я думаю, что и Алексей будет уже дома. И Сибиряков будет уже на отдыхе, но он выйдет со своим вебинаром. А вот во вторник я в любом случае приглашу несколько еще спикеров, заранее приглашу несколько спикеров. И мы кое-что объявим. Плюс к этому, дорогие друзья, очень важно для тех, кто не посещал уроки финансовой грамотности. Знаете, ребята, вот есть, значит, такое понимание, помните, да, когда я говорил, я знаю, я не знаю, и я думаю, что знаю. Так вот, уроки финансовой грамотности, вот не загоняйтесь. Я знаю, что вы все грамотные, я тоже супер грамотный и так далее, и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я признаю, что я думаю, что я знаю, то есть, но на самом деле я не знаю, то тем самым у меня появился шанс узнать, что это такое. Так вот Виктор Тарасов, то, что происходит, то, что рассказывает Виктор Тарасов, и вот то, что вчерашний вебинар был, он просто объяснение, что такое авторский курс, для чего мы это создаем. И вот эта команда, которая будет создана, и которой будут завидовать действительно очень-очень многие люди в хорошем смысле слова будут завидовать. Эта команда будет управлять огромными средствами, но прежде всего это идеальный вариант, не идеальный, а ради чего все это создавалось больше года тому назад. И почему Виктор Тарасов бесплатно проводит все эти уроки? По одной простой причине, создать в группе компаний Skyway вот этот гигантский фонд, управлять этим фондом грамотно, и из этого фонда уже финансировать самые выгодные проекты. То есть, уже никого не упрашивать, не умолять, а делать согласование и запускать самые выгодные проекты. Помните, как было обозначено у нас, что мы, как совладельцы всего этого бизнеса, можем получать от 20 до 100% прибыли, практически до 100% прибыли от каких-то адресных проектов. Так вот, задача наша создать этот фонд и наиболее выгодные адресные проекты финансировать из этого фонда. И иметь максимальную прибыль вот этих адресных проектов. Поэтому приходите, пожалуйста, на уроки финансовой грамотности. Вся информация есть в ВКонтакте, то есть уроки финансовой грамотности от Виктора Тарасова и Магасумовой Гузель. Плюс к этому, можете добавиться в чат, то есть в чат мой чат может добавиться, но мой чат, я думаю, знаете все, коль вы приходите на вебинары, значит вы прочитали это где-то по ссылкам. А раз прочитали по ссылкам, может быть вы прочитали это в головной кампании, где указаны мои вебинары, вторник и пятница, либо же в фонде Кэпитал. Указано это, к сожалению, у Андрея Федоровича Хавратова, не помню, указан я или нет. Вот, но, то есть мой скайп вы знаете, добавляйте скайп, и я вас перенаправлю уже непосредственно к Магасумовой Гузель. Это наша комсомолка, спортсменка, студентка и ко всему прочему, она просто красавица, как он тебе описал, это покорительница Эвереста, хотел сказать опять, Эльбруса. Это та девочка, которая водрузила флаг скайвей на вершине Эльбруса. И сейчас она находится в поездке на собственном автомобиле, двигается по городам, то есть Санкт-Петербург, потом Минск, сейчас на экофесте в Минске, дальше она планирует проехать сюда в Крым. То есть здесь и постоянно она работает и, соответственно, двигается по городам. На следующий год, либо зимой, мы планируем, мы, говорю, я планирую ее отправить, отправить, ну, она же не груз какой-то, да, отправить ее на покорение Килимаджара. Это где Игорь Викторович Бабурин был, это самая высокая вершина Африки. Следующий этап будет Южная и Северная Америка. Вот, и к чему я все это говорю, дорогие друзья, по одной простой причине. Мы с вами одна дружная команда, просто запомните, давайте перестать разделяться, давайте работать вместе, помогать друг другу и так далее, и так далее. Хотя бизнес есть бизнес, то есть фонд Кэпитал это один бизнес, Андрей Федорович Ковратов это другой бизнес, но вот эти два бизнеса создают общий бизнес, бизнес Скайвей. Вот это важно и очень важно понять. Я всех благодарю за внимание, дорогие друзья, смотрите новости, просьба, огромная просьба к лидерам структур. Пожалуйста, скидывайте новости в своих чатах, скидывайте новости и в воскресенье в это приходите на вебинар финансовой грамотности. Почему? Потому что все уже начато. Первый разбор был, я просто вас немножко, наверное, замотивирую, кто не был на этих уроках, не понимает, что это такое, кто такой Тарасов. Человек, который ставит рекорды, которых в мире никто не ставил, вот никто не ставил. То есть начиная с того, что на облигациях государственного займа, просто задумайтесь, облигации государственного займа, заработал человек 800% годовых. Облигации государственного займа, банки разоряются, что угодно разоряется, облигации государственного займа работают. Но он, да, он показал пример, 800% за год прибыли. Скажите, просто отметьте, супер это или нет. Это первое. Второе. Человек, который 21 год торгует на бирже. Из них 17 лет на сегодняшний день он торгует только в плюс. Плюс к этому. Это человек, который умеет донести эту информацию. Больше того, вы узнаете о том, где хранить свои деньги. Мы зарабатываем деньги, в Skyway зарабатываем, где-то еще. А где вы их размещаете? Вы их размещаете в Сбербанке под 4% годовых или в Альфа-банке под 5% годовых и так далее. В то время как можно их размещать в 2-3 раза выгоднее. И об этом вы тоже узнаете на уроках финансовой грамотности Виктора Тарасова. Вы покупаете жилье с какой целью? Где покупаете? И опять же самое наиболее выгодное вложение денег, консервативное, более надежное, скажем так. Может быть даже супер надежное. Вы тоже это узнаете от Виктора Тарасова. Ну и самое главное понимание. Послушайте отзывы Виктора Тарасова о том, почему он пришел год тому назад в Skyway. Он консерватор. Я сравниваю с Виктором Игоревичем Бабуриным. Это люди, вот два человека в компании, наверное, которые, вот они консерваторы. У них всегда есть оптимистический прогноз и пессимистический прогноз. И они всегда как бы делают все по пессимистическому прогнозу. Но эти прогнозы в конечном счете выливаются в то, что мы смело, уверенно, без оглядок назад двигаемся вперед. Я всех благодарю. До встречи. Да, до встречи на следующем вебинаре в воскресенье. Следите, пожалуйста, за новостями. Еще раз всем огромная благодарность. Ангелиночка, тебе персональная благодарность. С Рыбинска у нас. И Антону. И всем, ребята, всем-всем-всем огромная благодарность. До встречи в следующем, в это воскресенье на вебинарах Виктора Тарасова, Магасу Мойгузель и Виталия Серова по урокам финансовой грамотности. И будьте, пожалуйста, вот в том состоянии, что я думаю, что знаю. Убрать и сказать себе, я чего-то не знаю. Я сам точно такой же, как вы. И я по многим вопросам, я думаю, что знаю. Потом начинаю все-таки свое эго загонять в одно место и сказать для себя, я не знаю это. Я хочу это узнать. И я это узнаю. Еще раз благодарю. До встречи на следующих вебинарах. С вами был Григорий Мершинченко, группа компании Skyway и город. С вами был Григорий Мершинченко.